МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании «Гомель». В студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Великий переможный май. В регионе распространены мероприемства с на годы 73-й годовины перемоги. Мы протягиваем сустречи с главными героями святкованья. Мы разом у Нароли пройшла народно-патриотичная акция Федерации профсоюзов Беларуси. Это больше просто прац, а сегодня в Беларуси означают день работников радио, телебачення и связи. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля отбылся врачистый прием ветеранов Великой Айчинной войны. И повиншовать их пришли керавники города, депутаты городского совета и национального схода Республики Беларусь. Зараз у Гомеля проживает 537 ветеранов Великой Айчины, коля 160 из яких з'являются непосредными удельниками боевых денег. Залеком проведения в Беларуси года малой родимы, на этот раз подчас приема, значную увагу надали военным подеем, якими может гонориться областный центр. Уже в самом початку войны червонармейцы и народные опалышенцы маль 50 дзен стремлювали под Гомелем наступление ворога, який был вымышен перекинуть на полдень Беларуси значные силы. В наступном гэта оказала значный уплыв на ход битвы под Москвой. Подчас оккупации Гомеля тут дейничала больше, как 500 подпольщиков. Вешная память тем, кто загинул, и низкий поклон тем, кто выжил. Эти слова можно поставить в якости эпиграфу «Досустрэши», которая сегодня отбылась у Гомеля. Дедушка мой по маманной линии воевал, закончил войну под Кенисбергом, был тяжело ранен. Я в детстве хорошо помню, вот тогда малой совсем еще ребенком был, играл с его наградами, у него орден славы даже был. Тогда я не понимал ни значения этих наград, ни, в общем-то, что это была за война. Но только всегда, когда речь заходила о войне, он всегда немножко грустил и слеза была на глазах. Сегодня мы понимаем, что действительно это было очень жестокое сражение, ценой в которой была и жизнь, и будущее народов целых, в том числе и нашего народа. И, конечно, мы бессмертно благодарны тому поколению, ветеранам, которые завоевали эту победу, и благодаря которым сегодня мы имеем возможность мирно, спокойно жить, трудиться, строить свою страну. Стать удельниками маршу парад Пераможца у Гомеля 9 мая смогут все жадающие. Для этого треба до 10-х один ранец и пройти до сквера Мягромыки с портретом родного человека, который удельничал в Виоли Кайшинной войне. Тут от припынку цирк шесть аннакируются по улице Советской до площади працы. Дель мемориального комплекса «Вечный огонь» отбудется у расистых митингов. Узначаливать колонну будут ветераны Виоли Кайшинной войны и працы, героиниства в области и города, представники громадских организаций, працевных коллективов, научных установ и воинских подразделениях. Этот день для ветеранов Виоли Кайшинной войны, саправды, будет вельми насыщенным. Удельник войны Вольха Копытько сегодня проживает в Брагинском районе непомогшимости, принимая удел во усих проводимых мероприемствах. С кавалером боевых узнагородств устраився Олег Сентеров. Тут проживая у денег великой чины. Ранее такие шильды можно было убачить на шмат таких домах, но сейчас их уже можно лежать редкостью. Сегодня во всем Брагинском районе засталось всего шесть непосредственных уделников войны. На фронт Вольга Левченко трапила в 43-м, одразу после вызволения ее родной вёски Лукаеды. Тогда ее не исполнился еще и 17-ти годов. Это потом вёску переименовали Укирова, а сама Вольга до конца войны вышла замуж и изменила прозвище на Копытько. Правда, до этой подеи еще необходимо было дожить. Подчас службы у Червоной армии Вольга была и санитаром, и в разведку ходила, и под обстрел ни одной четропляла. Ее боевые шляхы значены самыми поваженными солдатскими медалями за одвагу и за боевые заслуги, а так само трьма подяками верховного головнокомандующего. Сейчас возле Копытько идёт 93-й год. Здоровье, кажется, уже не то, что ранее, а ей сдаваться женщина не сбирается. Еще летость с дома выходила в основном в обутку на ПЦАСах. Зараз у ее планах наведывание Камаринской средней школы. Ее учни приходят с веншаваниями до ветерана на периоды дни усих державных свят, але непосредственно в школе Вольга Копытько бывает нечасто. Першими до женщины подоходят учни молодших классов. Заправданного ветерана войны яны еще николе не бачили, а узнагороды на кителе у воглю выкликают великий интерес. Некольких хвилин, на протягу яких женщина разговлялась с хлопчиками, запомнится им надолго. У воглю мы так гэтага приходу наведывание школьного музея. Ветераны знаемысь с проводимой тут акцией «Бесьмаротный полк». В ее рамках наставники и школьники сбирали материалы своих родных, у денег их великой очины. Кульминацией стал парад, на который наученцы пришли с фотоздымками своих родков ветеранов. Дети вышли с фотографией именно своих родственников. Не кого-то там, кого они не знают или просто слышали, а та семейная предания какие-то или истории, которые хранились в каждой семье. Они, вот, дети знали. Цель была вот эта воспитательная, чтобы помнить. Почас великой очины из Камарына на фронт пошли 103 жахары. Сегодня тут проживают у всех три ветераны. 9 мая Волька Копытько примел дел по урочистым приеме, який пройдет в Брагине. День перемоги для ее святомых, чем она вот больше значная, чем урасный день народжения. Войну червона армеец Копытько закончила в Берлине и до этого часа добра памятая, как у ее родном 110-м местонбате 181-й дивизии 1-го украинского фронта с устарением поведомления о капитуляции Германии. Помню, в такой день был хороший, все на волю вышли, такая маевка была, лук такой был, все там, все рады, обнимались, целовались, родили одно другому. У меня дочка такая обнимается, целует, у меня дочка такая. Радости было от и до. Олег Сентеров, Евген Матейенко, телерадио компания «Гомель», Брагинский район. На переддень 9 мая наученцы Гомельской, Бранской и Черниговской областей реализовали проект по створению суместного баннера «Перамоги». На реализацию идеи, которую выказали в советском районе Гомеля, спотребилось 18 дзен. На презентации побывали наши корреспонденты. Идея створения белорусско-российско-украинского баннера «Перамоги» народилась подчас онлайн-конференции школьников, которые делились опытом пошуковой работы. Инициатором выступило отделение Фонду Миру советского района Гомеля. Потом были конкурс детячих вершев и военно-спортивная гульня «Зарница». Неких особливых потребований до баннеров не вызначали. Головное – адлюстровать подвиг народов у Великой Ачинной. Учащиеся учреждения образования должны были нанести на баннере фотографии, которые связаны с победой Великой Отечественной войны. Фотографии, где проходят мероприятия по увековечиванию памяти воинов-освободителей. И хочется отметить, что все с этим заданием справились. Изюминкой данного мероприятия стало то, что все баннеры написаны на национальных языках. У Гомеля презентация баннеров, выробленных школьниками Беларуси, России и Украины, перетворяется у своей особливой международный урок можности. У зале – оборонцы Ачины разных поколений, ветераны Великой Ачинной, воины-интернационалисты, расставники подразделения в силу специального призначения. Некоторые з'их отрымливают и еще одну узнагороду – Орден 100 гадоузбройных сил Российской Федерации. Кажут, что это вельми приемно, однако лепш, калю узнагороду урушаются за мирную працу. Война – это вельми страшно, а тому будет добра, калю сучасная молодь, но уластные вочи я ее николе не убачить. Мост миру, сяброуства и добрыни. Миновита так, у дельники акции назвали выники суместной работы по вырубу агульного баннера «Перамоги». А прочатаго выникам с встречи в Гомеле стали яши домовленности об суместных акциях белорусских и украинских школьников. Сегодняшняя встреча станет началом дружбы, мосты дружбы будут налажены. И хочется поздравить всех белорусов с наступающим праздником, с Днем Победы. Это общий праздник, это общая победа. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». 73-й годовине «Перамоги» в Великой Айчинной войне Гомельский Державный Медицинский Университет просвятил флешмоб. Как выказать все слова подяки за мирное небо, свободу и незалежность, на мероприемство запросили ветеранов. На пляцовце каля ВНУ 300 студентов склали живую паштовку. Яны выстрелились у выглядзе надпису 9 мая и у гонор бойцов, які загинули при обороне и вызволении Гомеля, выпустили у неба поветрные шары. Гэтый флешмоб – не одиное патриотичное мероприемство, яким принимают этот дел будущие медики. Что год во университете ладится шарах конкурсов и акций, присвяченных Дню Перамоги. У нас были и стихи Великой Победы, проводился конкурс. Здесь также будут вручены призы победителям данной акции. Был фотоконкурс «Автограф», который также нес в себе патриотический смысл. Был конкурс плакатов, соответственно. Также мы будем участвовать в шествии в параде Победы, где студенты готовят фотографии своих победителей, то есть кто участвовал в годы Великой Отечественной войны, у кого-то это дедушки, у кого-то прадедушки. Каждый из нас живет в информационной просторе. Мы текаемся новинами, слухаем и глядим любимые фильмы и передачи. Сегодня работники радио, телебачения и сувязи означают свое профессийное свято. Наш наступный сюжет с информационной кухни телерадиокомпании «Гомель», на которой журналисты рыхтуют свои сюжеты и программы. Сегодня отмечается День работников радио, телевидения и связи, или просто День радио. 7 мая вошло в историю как дата его рождения. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Попов представил созданный им первый в мире радиоприемник и продемонстрировал сеанс радиосвязи. Все эфирные студии отбывается в режиме нон-стоп. Новины, музыка, живая взаимосвязь со слухачами про интернет и навод махчимость виртуального подорожа в радиостудию, дякуючи онлайн-трансляции. Я на есть на сайте «Гомель Фэма», так само в группе радио в социальной сети ВКонтакте. За год, колька сей подписчиков взросла у 10 разов до 23 тысяч человек. Сегодня, до речи, и реальных гостей у радиостудиях як не коли шмат. Кожный раз, коль прихожу в студию радостно хвалююся. Менавито тут, 12 годов тому, почался мой шлях журналиста. Сегодня у наше профессийное свято у радиостудии у весь день гости. Гэта мои коллеги, які зараз працують на телебачене, але починали так само тут, на радио. Наприклад, Юля Хорошина зараз працює режиссером на телебачене. А більше к 20 годів тому, радио слухачі Гомельщини у першиню почули її глибокий, милогучний і запамінальний голос. Скажи мне, Юля, как вообще выглядит рабочий день режиссера? Режиссеров же никто не видит, мало кто понимает, чем режиссер занимается. Я вот по секрету скажу, что у нас в студии по соседству, я периодически слышу, как Юля выходит и командует. Так, теперь все хлопаем, мы снимаем, так, теперь мы меняемся. Расскажи, вот чем твой день наполнен, чем, например, ты будешь заниматься сегодня? Каждый день не похож на предыдущий день. То есть работа режиссера, сегодня один проект, завтра другой проект, сегодня я могу ехать на съемку утром, а днем уже работать в студии. И вот, да, там командовать и говорить, сейчас аплодируем, сейчас улыбаемся и делаем умные лица. Гости изменяли один одного. На встречу до былых коллег пришел человек, который керует информационные просторы телебачения. Загадчик сектора подрыхтовки информационных программ Вольга Коновалова. А кроме питания о сегодняшней праце и вспоминания об родственных буднях, пропоновали снова чувствовать себя радою ведущей. Водолеи, если ваше мнение совпадает с предпочтениями большинства, вы окажетесь в числе лидеров тех, на кого равняются и к кому прислушиваются. У студии увесь день пановала вельми радостная и посябровская теплая атмосфера. Дальше повиншовать с профессийным святом коллектив нашей телерадокомпании пришли и люди, с якими связывая шматгадовое трывало и пленное информационное партнерство. Это гости из Гомельского областного отделения Белорусского фонда Миру, Союза Жанчин, а свода Следшего комитета. Напереде новые планы, проекты, новины, новые тековые идеи и новые люди, и ке натхняют творить и працавать. В телерадокомпании Гомель в этом году будут происходить значительные изменения. Мы будем переходить в формат вещания HD, поэтому скоро наши зрители увидят картинку высокой четкости. Могу сказать, что количество просмотров наших телепрограмм уже близится к одному миллиону на видеохостинге YouTube. Мы присутствуем в социальных сетях, это хорошие площадки для того, чтобы рассказать новости, показать новости, написать эти новости. Могу сказать, что служба информации телерадиокомпании Гомель это круглосуточный новостной портал tvrgomel.by, который работает в непрерывном режиме. Самое главное в праце кожного из нас реакция слушателей и слушателей. Когда растет количество подписчиков, когда телефонуют с удерженностью за добрый материал, когда скрам и автомобили чуются позывные родных радиостанций. Это счастье профессионное и человечеое. Марина Джала, Игорь Марисченко, телерадиокомпания Гомель. Мы разом в Нароуле дадимый старт масштабной народно-патриотичной акции Федерации Профсоюзов Беларуси. Все лето и она проходит под девизом «С великой любовью до малой родимы». Подарунком для жихаров районного центра стала спортивная пляцовка. Подрабязности в материале нашего корреспондента Паула Михно. История тесного сопрацовництва Нароулянского района и Федерации Профсоюзов Беларуси берет свой початок в 2006 годе. За этот час совместными намаганиями была оказана допомога шматриким социальным объектам. Дитячие сады и школы, центр коррекции развивающего научения и реабилитации, родильное отделение, неповный перелик того, что отрымалось обновить при поддержке Федерации Профсоюзов. Керавник Федерации Михаил Орда у Нароулі бывает часто. В минулом годе он присутничал на открытии сучасной дитячей гульновой пляцовки. На этот раз программа визиту лидера профсоюзного руху так само была насыщенной. Перед за все Михаил Орда наведал школу номер 2 города Нароулі, где сутрелся сталиновитый молодец и педагогичным коллективом. В приватности темами для обмеркования подчас размовы с наставниками стали заробок бюджетников, пытання ценна утворання, декрет номер один и проблема короткотерминовых контрактов. После гэтага старшиня Федерации профсоюзов разом с ликвидаторами Чарнобыльской аварой узклау кветки до мемориала памяти отеляных вёсок, а крыху позднее презентаваў жихарам города уникальну спортивную пляцовку под открытым небом, потому что это общий труд. Второе, мы видим, что эти объекты нужны всем, независимо от возраста, независимо от рода занятий, это для общего досуга и для общего потребления. Это тоже очень важный момент. Жихарэ на роли подарунок оценили и не побоялись опробовать новые тренажёры под наглядом телекамеры. Привёл внучку посмотреть, оценить эту кошетку. Очень хорошо для детей это будет пособие и чем заниматься. гулять где-то, прогуляться. Это очень хорошая вещь. Давно ждал, когда построят. Буду теперь ходить с друзьями по вечерам. Я считаю, что это отличное решение сделать такой объект. Это интересно не только взрослым, но и детям. Подрастающему поколению нужно развиваться физически. Я думаю, это будет отличное подспорье в нашем городе. Завершился насыщенный нападей день концертом профсоюзной акции «Мы разом». В этом году она проходит под лозунгом «З великой любовью до малой родимы». На главной площади города представники профсоюзов и мясовых органов улады ушановали профессионалов разных галин, працованные династии района и молодых специалистов. Павел Михно, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель», «Знаровли». Ролю молодцы в развитии краины и реализацию молодежной политики обмерковали удельники с встречи актива громадского объединения «Белая Русь» со студентами Белорусского Державного Университета Транспорта. Традиционно, с встречи молодежного актива районных первичных организаций представников керавництва Белой Руси проводятся во всех университетах республики. «Белдут» одна из наибуйнейших вины Украины. В своем студентском активе представляет молодь не только Гомельской области, но и самых разных кутков Украины и соседних держав. Первичная организация Белой Руси во университете объедула 300 человек. Миновито на подобных встречах члены организации и студенты, которые занимаются громадской работой, могут рассказать об работе аналитичных групп, своих науковых досягнениях и творческих в работе молодежного актива можно рихтоваться до роли будущего керавника. Белая Русь допомагает активным молодым людям развивать и выкористовывать в конкретных справах свои лидерские оздольности. Молодежь у нас великолепная. Это новый формат жизни. Они немного по-другому думают, чем поколение старше. Но на сегодняшний день их видение развития государства, их патриотизм, много говорим о патриотизме, а их патриотизм конкретный. Они хотят жить и работать в этой стране достойно. И они это создают. Создают своими студенческими отрядами, какими-то инициативами молодежными. У них есть гордость. Да мы не хуже, чем студенчество во всем мире. Уж лобине отбылся открытый международный турнир управления Следующего комитета Гомельской области по мини-футболе. С поборництва присвечено Дню перемоги. Супрацовники белорусских правоохранных органов люди спортивные. И это они подтверждают активному делам в разных споборництвах. Не стал выключением и этот турнир. А кроме следших в Жловин погулять в мини-футбол приехали эксперты, милиционеры, прокуроры и пограничники. Вселетний турнир управления Следующего комитета по Гомельской области уже другие по лику. Год тому и команд было меньше и формат больше стиплы. Все лето с поборництва набуло статус международного. Замежная команда покуль только одна. Это супрацовники Следующего комитета России по Бранской области. Плануется, что в наступные годы гостей будет больше. Для нас честь участвовать в этом турнире, тем более, что он приурочен к празднику Великой Победы. Мы с удовольствием приняли приглашение в управление Следующего комитета и в том году, и в этом с удовольствием принимаем участие. Как я и обещал в прошлый раз, этот турнир стал международным. Я уверен, что еще через год этот турнир примет более масштабные традиции и более масштабный уровень. Но сегодня мы, я уверен, что увидим бескомпромиссный, хороший футбол. По выниках турниру Пьеды стал полностью заняли команды Следующего комитета Беларуси. Супрацовники Гомельского областного управления подтвердили, что перемога в минулом годе была не выпадковой и снова выиграли кубок. Другое место заняли коллеги со столичного управления. Бронза досталась команде Центрального аппарата Следующего комитета Беларуси. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За шаг от смерти. Сотрудники Калинковичского отдела Департамента охраны спасли женщину, которая едва не упала с четвертого этажа. Два милиционера несли службу на улице города. Неожиданно к ним подбежала взволнованная горожанка и сообщила о женщине, которая отчаянно держится за балконную раму, а из окна многоэтажки раздаются крики о помощи. Времени для долгих размышлений не было. По счастливой случайности рядом работала спецтехника местного коммунального предприятия. С ее помощью стражи порядка спасли женщину, оказавшуюся на волоске от смерти. Наши сотрудники Калинковичского отдела охраны Евгений Измушко и Дмитрий Тарун, следуя на маршруте патрулирования группа задержания услышали крик о помощи. Но здесь не было времени даже для раздумий. Вот представьте, женщина держит свою значит дочь за руку, которая может в любой момент упасть. Решение надо было принять мгновенно. Увидев работающую вышку, сотрудники приняли решение и в кричайший срок они приехали на вышке. Это благородный поступок достойных людей. Мозырьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, совершенное в особо крупном размере. В ловушку мошенницы, называющей себя экстрасенсом, попала жительница Мозыря. Доверчивые мозырянки предложили открыть денежные потоки, чтобы поправить финансовое положение семьи. За проведение специального ритуала попросили перевести деньги по указанным реквизитам. В течение месяца представители якобы российского учреждения по парапсихологии получали плату за услуги, которые никаких подозрений у женщины не вызывали. Тем более, что на том конце провода обещали вернуть деньги в двойном размере, как только будет разыграно беспроигрышная лотерея. Но время шло, а деньги никто возвращать не спешил. Женщина перевела в общей сложности 25 тысяч долларов в США. Потратила личное сбережение, сняла деньги со счета, взяла кредит, а также одалживала деньги у родственников, знакомых, соседей, коллег по работе. При этом она никому не говорила о цели и предназначении этих денег. Дело в том, что ясновидящая, так называемая, ей категорически запретила кому-либо об этом рассказывать. И только когда случайно об этой истории узнали близкие члены семьи, потерпевшие, только тогда они незамедлительно обратились к правоохранителям. Сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе с участием компетентных органов Российской Федерации. За прошедшие выходные на дорогах Гомельской области было зарегистрировано 60 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель в шестом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги на выезде играл с городей. До этого поединка в нынешнем сезоне зелено-белые еще не побеждали. Впрочем, городей также не имела в своем активе ни одной виктории. Почный поединок не внес изменений в колонку победы ни у одной из команд. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью. В турнирной таблице Гомель, Городея, Смолевичи, Минск имея по три очка занимают четыре последние строки. Лидирует Батте. У Борисовчан пока стопроцентный результат. 15 баллов из 15 возможных. Соперник Гомеля состоится 12 мая на поле Гомельского стадиона Центральный. В Гомеле прошли открытые областные соревнования по специальной двигательной подготовке по фристайлу на призы Аллы Цупер. Сама олимпийская чемпионка сочинских игр не просто присутствовала на турнире, но и помогала судить. Юные фристайлисты из Гомеля и Минска всего 36 человек соперничали в прыжках на акробатической дорожке и батуте, а также в общей физической подготовке прыгали, приседали, подтягивались на перекладине. Все упражнения, вошедшие в соревновательную программу, являются важной частью подготовки лыжных акробатов. Залог успеха на трамплине в том числе и тяжелая работа в спортивном зале. Мне приятно сегодня находиться здесь. Все-таки Гомель для меня в свое время стал стартовой площадкой для достижения таких результатов. И я надеюсь, что эти соревнования станут традицией и будут проводиться ежегодно. Конечно же, приятно видеть горящие глаза спортсменов, тем более, что увидели живую олимпийскую чемпионку. Ну и, конечно же, хочу пожелать больших побед. В состязаниях юношей первое место завоевал гомельчанин Роман Евтушенко. У девочек также первенствовала воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу Рината Иворовская. Спортсмены из Гомельской, Витебской, Минской и Гродненской областей приняли участие в девятом международном турнире по греко-римской борьбе памяти капитана милиции сотрудника спецподразделения Алмаз Шаты Нормания. Состязания проходили в Жлобине, на ковер выходили атлеты возрастом 14-15 лет. Представители нашего региона без наград не остались. Победителями мемориала Шаты Нормания стали гомельчане Алексей Матвейчиков, Егор Новиков и Денис Болотцев. Также в активе наших спортсменов 6 серебряных и 5 бронзовых наград. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.